Здравствуйте! В студии 8-го канала Марьяна Симоненко. Это значит, пришло время говорить о спорте. Сегодня тема нашей программы – женский волейбол. Приморочка готовится к дебюту Высшей Лиги А. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Главный тренер команды Алексей Владимирович Колесецкий. Здравствуйте! И игроки Приморочки Мария Сорока и Юлия Багмацер. Здравствуйте! Давайте для начала вспомним прошлый сезон. Приморочка по итогам Высшей Лиги Б завевала золотые медали и получила путевку в Высшую Лигу А. Алексей Владимирович, у Вас, как у главного тренера, когда пришло осознание того, что команде под силу стать чемпионками и получить путевку в элитный дивизион? После первой игры финального тура. Я увидел, что команда готова и она хочет именно занять первое место. Не просто попасть в Высшую Лигу А, а именно стать чемпионами. Тем более, что последний тур должен быть пройти у нас дома во Владивостоке. Ну, а если говорить о старте чемпионата, вот с чем команда столкнулась? Какими трудностями в самом начале? Ну, Вы, как знаете, чемпионат был разделен на три этапа. Первый – это четвертьфинальный, где наши соперники были в основном дублирующие составы команд Высшей Лиги А и плюс молодая команда Щиты. Ну, трудности мы на первом этапе не испытали, за исключением потери основной пасующей нашей Маши Каноненко. А так прошли первый этап. Ну, легко сыгровались. И второй этап был полуфинальный. Ну, пока мы не нашли связующую замену Маши Каноненко, проблемы возникали. Ну, еще с приходом Яны Киселевой, которая вернулась с Обнинска на родину, проблемы сами по себе исчезли. А третий этап – это финальный, который мы прошли, Вы сами знаете, как на одном дыхании. Заняли первое место досрочно и получили путевку в Высшей Лиги А. Мария Сорока, четвертый год уже в команде «Приморочка». Так, Маша? Да. Расскажи, пожалуйста, вот ты принимала участие в прошлом сезоне в большинстве матчей. Что вообще обсуждалось перед финальным туром? Какое настроение было в команде? О чем говорили с девчонками? Как настраивались на игры? Перед первым финальным туром мы были на подъеме, то, что мы вообще вышли в финал. Потому что полуфинальные игры были очень сложные для нас морально, так как нам нужно было завоевать свои очки для выхода. И это было сделать нелегко. Еще игры были домашние. На нас много лежало ответственности. Перед финалом мы настроились, естественно, но мы не знали соперников своих. Собрались, поверили в себя. А какой вообще самый сильный соперник, на ваш взгляд, был? С кем сложнее всего было играть? Да, за целый год. Юрга. Потому что команда опытная, вылетевшая до этого с высшей лиги А. Но я думаю, у них проблемы возникли из-за того, что они недооценили соперников. И поплатились на чете, на самой слабой команде в нашей подруппе. А не было ли, может быть, у ваших соперников такого чувства, что, ну, Приморочка, Владивосток, пройдем легко? То есть команда приезжала сюда с серьезным настроем или все-таки с чувством, что, в принципе, пройти можно нашу команду? У нас настрой был серьезный, потому что в нашей команде играли опытные игроки. Поэтому любая команда, есть желание победить. У нас была Ликунина, Набокова. Опять же, Яна Кислева вернулась, которая играла на более высоком уровне. Поэтому недонастроя не было. Особенно от команды Олимп Новосибирской области, где есть девочка 2-2. Попортили нам нервы. Маша, поделись впечатлениями от этих матчей. Ну, в общем, Оля Школьникова нам очень хорошо запомнилась. У нее высокий рост, она играла в третьей зоне. И мы каждый мяч, каждый матч думали, как ее заблокировать, как попробовать достать в защите. Ну, справились с ней, да. Болельщики много помогали на домашних матчах, особенно в финальном туре. Олимпиец был битком, все поддерживали команду в Риморье. Вот расскажи, с точки зрения игроков, каково-то выходить на площадку, зная, что тебя поддерживают. Ой, это очень здорово. Испытываешь такие эмоции, когда за тебя болеют. Ты слышишь, что болельщики кричат, там что-то стучат, свистят. Кто-то это делал в дудке. И особенно, когда спад идет на игре, и они кричат, девчонки, давайте. Ну, это помогает. Ну, и вот в итоге первое место, золотые медали Высшей Лиги Б, путевка Высшую Лигу А. Как быстро началась подготовка к новому сезону? Вот тренерский штаб, как быстро начал работу, как быстро вы собрались? Ну, подготовка началась на следующий день. Начали думать, кого собрать, как сделать команду, чтобы достойно выступить на следующий год. Поэтому на следующий день собрались. Совещание было. На месяц расписали каждый день и занимались. Ну, в любом случае, у игроков основного состава, так понимаю, был отпуск. Маша, ты отдыхала вообще летом? Было время отдохнуть? Ну, это было не летом. У нас последняя игра закончилась 15 апреля. И, то есть, 16 апреля был отпуск уже начался. Ну, да, отдыхала месяц. Потом в мае, уже в конце мая начала тренироваться. Готовиться к следующему сезону. Здесь, в Владивостоке? Да. Сейчас команда собралась новая. Состав практически абсолютно новый, да, 70% вы мне говорили о том, что обновился состав. Кого из прошлого сезона в команде оставили и по каким причинам? Вот вы как главный тренер. Кто у нас остался? Ну, в команде практически все остались. Местные, приморские девочки. Кто закончил или же по семейным обстоятельствам, или же перешли в другие команды, опять же, молодые, которым еще нужно поиграть в высшей лиге Б год-другой, чтобы можно было выступать на более высоком уровне. И укрепились девочками, которые выступали в высшей лиге А, в суперлигу, попробовали. Но, опять же, мы выбирали из тех, кто был свободен от контракта. Это не так, что кого хочешь, того берешь. Мы собрались, провели сбор небольшой тридневный, просмотр. Переговорили с девочками, просмотрели и сделали, соответственно, предложение. Кто согласился, приехали к нам. Собственно, одной из тех, кто согласился и приехал к нам, стала пасущая сборная Украины Юлия Багмацер. Я знаю, что за плечами, Юлия, у вас выступление не только за украинские клубы, но также и за Красноярский строитель, за клуб Турции, в румынском чемпионате. Как приняло решение оказаться во Владивостоке, подписать контракт с Приморочкой? Ну, этим летом поступило предложение от российского клуба. И, в принципе, можно сказать, долго я не думала, потому что, как бы, все знают, известно в России очень хороший уровень волейбола, поэтому, как бы, даже долго, как бы, это не обсуждалось. И, в принципе, мне всегда интересно, тем более, я знала, что создается новая, как бы, команда, вот, как бы, новое, вот, начало начинается, вот, всегда это очень хорошо и интересно, и с таким вот воодушевлением это делается. Поэтому, как бы, приняла решение, вот, и тем более, это для моей семьи тоже неплохо, родной язык здесь, как бы, то есть... С удовольствием. То есть нет такого настроя, что после того, как прошла чемпионат Украины, России, Турции, Румынии, ехать в Владивосток доигрывать еще рано? Нет, нет, ни в коем мере, как бы, я это рассматриваю, что на самом деле это как что-то новое и, как бы, как перспектива на будущее, то есть ни в коем случае не доигрывать. Просто интересно, вот, с таким вот, как бы, позитивным настроем, вот, как бы, так сюда и приехала. Ну, а вообще, высшая лига знакома по выступлениям, может быть, волейболисток, с которыми ты раньше играла, уровень, вот, по сравнению с Турцией, с Румынией, вот, из-за этого скидка? Ну, вот, как бы, да, у меня здесь много подруг есть, и вот знакомые тренера, которые здесь работали, все говорят, что здесь даже высшая лига – это очень хороший уровень, то есть, как бы, на Украине, как бы, у нас, как бы, тоже есть, но там, допустим, первые 3-4 команды где-то вот такого, как бы, хорошего уровня, да, а здесь, то есть, больше команд, как бы, одного уровня, и тем интереснее чемпионат происходит, вот, поэтому, как бы, это, как бы, я знала, и всегда это интересно. Алексей Владимирович, ну, на позицию пасущей, вы принципиально искали сильного, вот, опытного игрока? Да, естественно, которая уже играла на этом уровне, и поможет нашей команде своим опытом. А вообще, в принципе, на усиление каких позиций, в первую очередь, ставили акцент? У нас акцент стоял на все позиции, чтобы была конкуренция в команде, все могли друг друга заменить, на взаимозаменяемости, вы обратили внимание, у нас два либера, пасующих побольше в этом году, пока четыре, да, на все позиции еще... Должить больше? Не, ну, пока еще время есть, смотрим, еще есть, кого пригласить, есть места, поэтому просматриваем. И, я так понимаю, что вернулась Маша Кононенко? Просто еще немножко перебилось, сезон большой, много разъездов, одним составом сыграть весь чемпионат просто нереально, поэтому Маша Кононенко готовится в общей группе. Поэтому у нас, надеюсь, на здоровую конкуренцию, которая нам поможет в дальнейшем расти и прогрессировать. Команда собралась во Владивостоке 10 дней назад, то есть 10 дней примерно уже длится первый учебный тренировочный сбор. На чем сейчас ставится акцент? Чем занимаетесь сейчас на тренировках? Как вообще режим? Расскажите о режиме, девочки. Ну, а сейчас у нас идет физическая подготовка, режим, две тренировки в день плюс зарядка. Вот, и успеваем поспать два раза за день. На днях приступили к мячам, познакомились, вспомнили. Немножечко. По мячам соскучились? Да, соскучились. Особенно первая тренировка с мячами, с таким воодушевлением. Вот, все рады, все веселые. То есть, такое, довольно-таки, позитивное настроение. Алексей Владимирович, ну а в каком состоянии все-таки вы увидели команду, вот сейчас, когда собрались на общую физическую подготовку, после нескольких дней тренировок? Ну, было заметно, что девочки готовились. Готовились. Немножко все по-разному. Наши девочки, кто здесь был, немножко лучше подготовились, потому что хотели показать себя, потому что люди приезжают свыше Лиги А к нам команду. Поэтому немножко лучше подготовились. Ну, так, с каждым днем прибавляемся. Нормально. Положительно, я смотрю на это все. Первой серьезной проверкой для команды станет Кубок Сибири Дальнего Востока, который состоится в Улан-Удэ уже в начале сентября, где будет принимать участие и женская команда «Приморочка». Готовы будете же в начале сентября выступить в этом кубке? И какие цели преследуете? Наиграться или победить? В этом году Кубок Сибири Дальнего Востока выигрывать мы не будем. Мы его расцениваем как подготовительный период. Нам нужно сыграться, нам нужно посмотреть, кто что может. Очень много будет зависеть от Юли, потому что много игроков, каждый хочет свою передачу получить. Опять же, от Либера много зависит. Нужен прием. Будем сыграться. Сыграться. Это как расценим контрольные игры, потому что времени мало. И нам куда-то сейчас ездить, летать, дергаться нет смысла. Поэтому оставим на следующий год этот Кубок. То есть Кубок Сибири Дальнего Востока, это будет, скажем так, заключающий учебный тренировочный сбор именно уже в игровой практике? Можно сказать, что так. Соперники, которые будут принимать участие в розыгрыше этого Кубка, достойные? На данный момент они сильнее, потому что мы сами еще не знаем, чего стоим. Там команды сыгранные. Они, если изменились, то не так, как мы. На 10-20% максимум. Поэтому на сегодняшний день они сильнее. Ну, будем надеяться, что будем прибавлять. Какие вообще ожидания от высшей лиги А? Девочки, у меня вопрос к папмашек, Юлия. Лично вот в плане спортивном, в плане личного роста, как спортсменки. Ну, я ожидаю, что у меня будет другое понимание волейбола, приема, защиты. И я научусь от девочек новому, от этой лиги именно новому. В общем, и стану лучше играть. Юлия, а будет необычно в том плане, что Турция, Румыния, сейчас Владивосток, самая восточная точка на карте России? Нет, я думаю, что это не имеет значения. Главное, чтобы смогли сделать на самом деле команду, дружный, хороший, сплоченный коллектив. Это всегда очень важно. И считаю, что если показывать свою достойную, хорошую игру, результаты и победы потом придут. Я знаю, что у тебя супруг и сын также готовятся к переезду в Владивосток. Как отреагировал сын? Что сказал? Нормально, он все сказал. Говорит, мама, едь, мы скоро приедем, устраивайся. Говорит, жди нас в гости. Говорит, приедем тебе. Все хорошо. Здорово. Алексей Владимирович, а вот когда обсуждали с руководством волейбольного клуба, задачи вообще обсуждали? Присмотреться к высшей лиге, а закрепиться? До Нового года присмотреться. А потом закрепиться? А потом закрепиться, да. Но все-таки вы как тренер с очень богатым опытом, как в прошлом, очень известный игрок. Какие шансы у нас? Ну, шансы всегда есть. Если мы будем хорошо работать, шансы есть. Все зависит от нас. И как любой спортсмен, он хочет победы. Поэтому, как бы ни было нам тяжело, будем бороться. Тем более, мы даже в прошлом году на Кубке России достойно боролись с краснодарской командой. С Суперлигой. С Суперлигой, да. Так у нас команда была гораздо вроде бы слабее. Все зависит от настроя, от желания, ну и от работы. А в этом году Кубок России будет проводиться после Кубка Сибири и Дальнего Востока розыгрыш, да? Соперники уже известны? Соперники известны. Кто? Соперники. Старые знакомые? Старые знакомые. Все на сайте. Сейчас все я запоминать не буду. То есть, на Кубок России настрой должен быть не такой, как на Кубок Сибири и Дальнего Востока? Мы сейчас поедем сначала Сибири и Дальнего Востока, проверим, да. Прости. Потом, да. Ну, там тоже самое. Красноярск у нас самый такой соперник будет основной. Строитель команды, да? Да. Строитель? Венесей. Венесей. Венесей, Красноярск. Также вот стало интересно еще одно новшество для болельщиков. Название команды изменилось. В прошлом году все знали волейбольный клуб Приморье. В этом году Приморочка стала более женственным. Когда узнали о том, что название команды меняется, вообще, как отреагировали, Маша? Вот ты была Приморье, сейчас ты уже Приморочка. Ну, мы видели, что такое голосование проводится на нашем сайте. Там в группе, ВКонтакте и так далее. И мы удивились, узнав об этом. Но подумали. И Приморочка звучит более женственно. Ну, мы девочки. А Приморье немного было грубовато, может быть. Приморочка такое хорошее название, мы одобрили, нам нравится. Ну, я думаю, что болельщикам, в принципе, тоже понравится. Нет большой разницы между Приморье и Приморочка. За Приморочку можно будет придумывать интересные очень речевки. Поддерживать нашу команду. Все зависит от игры. Маша, расскажи, кто из партнеров по команде остался с прошлого сезона? Как сейчас общаешься? Ну, осталась Маша Кононенко, точнее, она вернулась. То есть она восстановилась после травмы, восстанавливается. Ну, она с нами на одном уровне все делает. Молодец. Яна Киселева осталась и Аня Лебедева, Приморская она. Она играла у нас давно, три года назад, да, Алексей Владимирович? Лебедева. Ну, на один тур. Да. Вот. Собственно, болельщикам они знакомы всем, да? А, Настя Борискина, она с прошлого года ее пригласили играть. Вот она осталась. Мы все дружим, общаемся. И вне сезона тоже переписывались, общались. А вообще, когда закончился сезон выше Лиги В, и вот когда получила ты приглашение в команду в новый сезон, то есть подписать контракт с командой? Это было... Подписала контракт в июне, в начале июня. А приглашение получила где-то в начале мая или в середине. Ну, вообще ждала того, что тебя позовут в команду? Ну, я надеялась, конечно. Юлия, присоединилась к команде на первом учебно-тренировочном сборе на прошлой неделе, да? Как вообще приняли в команду? Кого знала? Может быть, о ком-то слышала просто? С кем ты играла раньше в карьере спортивной? Ну, вот насчет кого знала. Вот с Леной Тарасовой я играла в Красноярске. Поэтому рада была ее видеть. Наташу Коробкину. Помню, по молодежной сборной мы вместе играли. Как раз тоже с тех времен еще давно не видела. Но сейчас как бы рада была видеть девчонок. Ну, вот с кем-то познакомилась тоже. Вот коллектив очень хороший. Девчонки молодые. Вот как бы видно, что они горят волейболом, живут. Вот поэтому как бы только положительные впечатления. Готовишься к тому, что будут подходить более младшие, скажем так, партнерши по команде и спрашивать какой-то совет, помощь? Не, ну, конечно. Все это как бы будет как бы решаться. То есть будем друг другу помогать. Это и есть как бы командный вид спорта, взаимопомощь, поддержка. Поэтому как бы я думаю, что все будет хорошо. Капитана команды не выбирали еще? Еще нет. Но кандидаты есть. Ну, они должны тоже подумать. Может, это командное решение должно быть. То есть тренер не назначает волейболе у вас? Тренер тоже команда. Посмотрим. Кто пополнил нашу команду? Ну, пополнил нашу команду. Присутствующая здесь это Юлия Багмацер. Это Тарасова Елена. Первый темп игрок. Киселева Анна, доигровщица. Баяндина Евгения. Либера команды. Снегирева Евгения. Молодая девочка. Одна из лучших блокирующих молодежного чемпионата России прошлого года. Первый темп. Центральная блокирующая. Копылова Анастасия. Центральная блокирующая. С Тутаев пришла. Высшая лига Б. Но, опять же, Маша сказала, вернулась в команду Лебедева Анна. Она выступала за команду ДВФУ. Это наша приморская девочка. Вот этим составом собрались на первый сбор. Наташа. Коробкова Наталья. Тоже непродолжительное время по семейным обстоятельствам она не играла. Но, говорит, желанием вернуться и показать очень достойную игру. Так как она в недалеком прошлом выступала за серьезные команды. И молодежная сборная Россия была, и в суперлиге играла. Мы очень надеемся на нее. Ну, селекция еще продолжается. Селекция продолжается. Плотье, я думаю, до Нового года будем еще укрепляться. Смотря какие задачи будут стоять. Что нету суперзвезд. Суперзвезд не берем. Мы надеемся, что мы сами нашей работой сделаем команду. Скажет, не звезды у нас будут, а команда звезда. Хотя бы выше Лиги А пока. Какой будет Приморочка в новом сезоне? Какой болельщики увидят Приморочку на паркете? Болельщики видели, в принципе, и в прошлом году. Как у нас просто команда была Приморья, боролась. Но в этом году команда будет сильнее. Я думаю, мы должны показать, и мы покажем достойную игру. Чтобы нашим болельщикам не было стыдно за нашу команду. Маша, а вообще, учитывая, что ты уже четвертый сезон проводишь в волейбольном клубе Приморья, насколько приятно тебе, как волейболистке, развитие волейбола в нашем регионе за последние два года? Такой резкий прошел скачок в развитии волейбола. Тебе как спортсменке? У нас в Приморье очень приятно играть в волейбол. Потому что есть условия, чувствуется поддержка со всех сторон. И можно играть в волейбол, и ни о чем не задумываться ином. Отлично. Собственно, что вы и делаете, что и будете делать с нового сезона. А я напомню, что Высшая Лига А стартует в октябре. Ну что же, пожелаем команде удачи. Спасибо большое, что пришли. Желаю также вам удачи в подготовке к Кубку Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что сказали, побеждать не собираетесь. Но хотя бы сыграться нужно. Собираемся побеждать. Собираемся побеждать? Кубок не выигрывать. А, хорошо. И чтобы успешно начать выступление Высшей Лиги А. Это была программа «Время говорить». Всего доброго и оставайтесь на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин